Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня свяжем имитацию ручейника, который в большей степени сухая мушка, но может работать как и эмиджер. Я взял крючок, желательно 16-18 номер, вот такой формы. Можно вязать на крючках для сухих мушек, но я эту мушку вижу в таком исполнении, поэтому я использую вот такой крючок. Как вы видите, я закрепил усы, закрепил глазки, изрезки, слегка промазал цевьё клеем, и теперь нам понадобится провести нить до начала загиба. Здесь мы с вами должны закрепить тот материал, которым будем сегментировать наше тело. Это может быть леска, это может быть вот такой люрекс, который я неоднократно вам показывал. Подхватываем его в одной точке, закрепили. И теперь мы должны с вами определиться, если это будет сухая мушка, мы должны с вами ограничиться вот где-то в этой точке, где у нас будет середина нашего загиба. Если мы решим использовать как эмиджер, значит тело надо закончить там, где я изготавливаю, закрепил люрекс. Я буду изготавливать нашу мушку в большей степени сухой, но в то же время она при длительных поклёвках может быть у нас и как мокрой. Если мы с вами возьмём, допустим, здесь вот сам вот этот край загиба, изготовим, намотаем шерстью, которая намокает, то наша мушка превращается сразу в эмиджер. Значит тело мы будем изготавливать из даббинга для сухих мушек. Значит я вам покажу, есть всевозможные вот такие наборы, это антрон для сухих мушек. Есть, продаются у нас вот такие даббинги, это суперфайн. И вот такой даббинг тоже для сухих мушек, это плавающий антрон. Если у вас нет возможности, допустим, приобрести набор, то продаются, как я уже неоднократно вам показывал и рассказывал, вот у фирмы Хэнс для сухих мушек, вот такой суперфайн. Разных цветов, оттенков можно приобрести и спокойно изготавливать. Если у вас по каким-либо причинам, ну вообще ничего нет, есть только лишь перышко CDC, можно тело изготовить из даббинга и из пера CDC. Значит нам понадобится сейчас слегка разукрасить наше тело. Поэтому я возьму буквально немножечко вот прядь такого светло-коричневого цвета антрона. И тело мы с вами будем изготавливать больше в серых тонах. Поэтому оливкой можно. Поэтому вы для себя, допустим, определитесь, как вам лучше. Но учитывая то, что я буду ловить рыбу целый день, и не имеет значения пасмурно, не пасмурно, поэтому я буду использовать вот такой серый цвет, который для рыбы будет виден всегда. Теперь что нам необходимо? Желательно, конечно, немножко промазать ваксой, или же, как я вам уже неоднократно показывал, церковной свечкой, или как я вот беру кусочек вощины. Значит, промазывать желательно в одну сторону, так как нить у меня очень-очень-очень тонкая. А если я начну взад-вперед, я ее взлохмачу, и она у меня порвется. Как мы подготовили наш даббинг, прикладываем к нашей нитке, слегка прикрепляем на ней, ничего пока дальше не предпринимаем. Как вы видите, получилась вот такая бесформенная, немножко не симпатичная у нас даббинговая нить. Теперь я беру до первого касания нашего даббинга у загиба, и теперь аккуратно, как я неоднократно вам показывал, стараемся не отпускать нашу нить, прокручиваем весь-весь-весь-весь вот даббинг тот, который мы с вами набрали. У нас вышла вот такая даббинговая нить. Ну и теперь аккуратненько берем от загиба, здесь делаем своего рода как шарик, небольшое такое утолщение, и аккуратненько теперь двигаемся к грудке, там где мы будем с вами изготавливать и крыло. Если необходимо, то, пожалуйста, проходите 2-3 раза, но тело должно быть у нас достаточно объемным и в то же время достаточно крепким. Вот такого количества даббинга для меня вполне достаточно. Нам необходимо с вами теперь это тело просегментировать, но желательно совсем-совсем немножко, вот щепоточку добавить или коричневого, или темно-серого, или можно даже болотного цвета, немножко, совсем немножко, на там, где у нас будет грудка. Вот я беру щепоточку такого ржавого оттенка даббинга, так как грудь всегда у насекомого несколько темнее. Также прокрутили, также сделали жгутиком, и вот в этой точке мы с вами обозначим нашу потом грудку. Не доходим пару миллиметров, буквально, как вы видите, до глазок, выбираем, ставим крючок в удобное положение, и теперь нам необходимо выбрать угол, с которым будем наматывать наш люрекс. Как всегда, я обычно у загиба выполняю один полный оборот, и потом только лишь начинаю выбирать тот угол, которым я начинаю сегментировать тело моей личинки или насекомого. Значит, как я вам уже говорил, количество оборотов не столь принципиально, поэтому для себя подберете сами 2, 2, 3, 3, то есть, сколько вы захотите, столько, пожалуйста, и выполняйте. Это чисто такой привлекающий элемент. Даббинг у нас будет держаться достаточно хорошо, поэтому мы за это не переживаем. И окончательно здесь закрепили материал, остатки удаляем. Значит, самый теперь важный элемент, это мы будем изготавливать с вами крыло. Немножко нанесем клей. Можно изготавливать крыло, я просто покажу вам, я уже неоднократно делал такие фильмы. Крыло у нас будет методом обратного загиба пера. Значит, можно спокойно использовать из седла петуха, вернее, из скальпа петуха. Вот, как вы видите, можно изготовить вот такое крыло методом обратного загиба наших перьев. Но, учитывая то, что это перо достаточно слабенькое, я взял вот такое перышко охотничьего фазана. Оно достаточно крепкое, и для сухих мушек, как я уже неоднократно их использовал, очень хорошо себя зарекомендовало. Поэтому подготовили приблизительно вот так вот, если будет, не могу руку до конца вывернуть, вот перышко, защипили его. И я вот в этой точке, где мы с вами остановились при изготовлении нашей грудки, его прикладываю. Стараемся держать в одной плоскости буквально пара-тройка оборотов катушки. Не затягиваем. И под весом катушки у нас перо держится. Подровняем его. Теперь, как вы видите, мы можем спокойненько наше перо, которое имеется, брать. И вот так теперь мы начинаем его вытягивать. Вытягиваем до тех пор, пока, чтобы вы вот видели, у нас получилась вот такая симпатичная конструкция. Как я уже говорил, длина крыла должна быть несколько больше длины крючка. Вот приблизительно вот так. И теперь уже, чтобы наше перо никуда не увело, что мы делаем? Я аккуратно теперь промотаю к глазкам. не там, где мы закрепили с вами перо. А вот, как вы видите, я весь материал и все перо креплю глазкам. Это дает возможность уже не нарушить ту часть, которую мы с вами закрепили. Ну, а теперь давайте остальное отрежем и будем продолжать дальше. Я закрепил перышко, которое желательно подобрать из вот тех скальпов, которые я вам показывал, китайского петушка в районе шеи по величине бородок. И подмотал, как вы видите, грудку сделал другим оттеночком. Нам понадобится, естественно, перодержатель, так как перо у нас коротковатое. и выполнить пару-тройку оборотов. Больше буквально не надо. Делаем один полный оборот и сразу я начинаю переводить мое перышко, так как yellow симулятор делается. И сразу начинаю перо переводить к району глазок. возле глазок делаем один полный оборот. Вот так. И теперь его уже наше перышко окончательно подхватываем. Теперь остается, друзья мои, нам только лишь удалить перо и привести нашу мушку в порядок. Вот, друзья мои, и все. мы связали с вами очередную сухую мушку, которая с успехом ловит практически всю белую рыбу, которая питается насекомыми, которые падают на воду. С габаритами старайтесь не переборщить, так как вы сами понимаете, что насекомые, которые, допустим, в моем регионе, но они 16 миллиметров не превышают, поэтому, как вы видите, я немножко, чуть-чуть преувеличил, но однако все равно это с успехом мушка будут ловить углейку, густеру, красноперку, любую рыбку, которая попытается покормиться этим насекомым. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч!